Добрый день, коллеги! Меня зовут Сергей Чеснов, я представляю машиностроительный завод «Тауэрс Феникс». Многие спрашивают и интересуются, куда развивается рынок, какие тенденции мы видим, какие тренды. И я хотел бы в нашей презентации сегодня поделиться с вами нашими мыслями. Это взгляд со стороны, возможно, он вам будет полезен и интересен. В первой половине 2022 года большинство категорий традиционной молочной продукции – молоко, сметана, кефир – замедлили снижение по сравнению с 2021 годом. А если говорить только о 2022 году, то даже небольшой рост произошел в этой категории. И что же изменилось там? Усилились тенденции к экономии. Мы все понимаем, почему потребитель больше интересует либо маленькая упаковка 300-400 мл в силу меньшей стоимости единицы упаковки, либо большая семейная упаковка 1,5-2 литра в силу стоимости опта, так называемого. Растут собственные торговые марки сетей за счет того, что стоимость этой продукции меньше брензированной. Растет онлайн покупки в силу того, что там большие акции по промо-акциям. Поэтому направление происходит на экономичный продукт. Ну и вот популярность молочных продуктов с более высокой жирностью, отметили Нильсен, я считаю, что это тоже неудивительно, потому что со снижением уровня жизни, уменьшение, так скажем, ЗОЖ активности, и люди переходят от продуктов низкожирных опять к традиционным высокожирным продуктам. Больше спрос получается. В 2022 году был кризис упаковки в картоне. Я с большим уважением отношусь к компаниям, производящим у нас пюрпак, упаковку и картон для него, но несмотря на все их титанические усилия по поддержанию объемов этой упаковки, они не могут, тем не менее, обеспечить весь спрос и объем. Поэтому необходимо искать альтернативные виды упаковки. А для традиционной молочной продукции альтернативным видом упаковки являются PET-бутылки, полимерная пленка для мягких пакетов, пластиковые стаканы. Все эти материалы производятся в России в планном режиме и практически не зависят от санкций, потому что производятся из отечественных материалов. Таким образом, я считаю, что в более выгодном положении оказались компании, которые производят свою продукцию и выпускают в PET-бутылках, в гибкой полимерной упаковке, либо в пластиковую тарь. Снижение непосредственно покупательской способности привело к росту продаж небольшому, но тем не менее, традиционной молочной продукции в молоко, кефир, сметана, как я уже сказал, что на фоне проблем с традиционным для этих продуктов картоном привело к росту фасовки в пленку и в PET-бутылку. Мы на себе заметили ажиотажный спрос в середине 2022 года на автоматы по фасовке в пленку, как более, скажем так, краткосрочные автоматы, которые можно быстрее поставить заказчику. Ажиотаж на фасовку в PET-бутылке мы до сих пор ощущаем, потому что это длительные проекты, и вот сейчас в начале года у нас будет несколько запусков крупных линий. В производстве современных видов упаковки профицит мощности, и предприятия, которые их производят, готовы обеспечить рост вашего спроса. Также с увеличением культуры производства и с распространением современных технологий по обработке молока, двойная пастеризация, ESL-молоко, выросла потребность в упаковке, которая может сохранить заложенные в продукты сроки годности. И, как нам видится, основная альтернатива картону – это PET-бутылка. Фасовка в PET-бутылку расширяет возможности ваши, расширяет ассортиментный ряд и убирает зависимость от одного вида упаковочного материала. PET-преформы меньше всего подвержены проблемам с поставками сырья. Эксперты компании «Елисон» прогнозируют дальнейший рост спроса на полимерную упаковку, на прозрачную тару, на PET-бутылки малого объема. Ну и срок хранения продукции до трех недель позволяет расширить географию сбыта. Никому очевидно, что оборудование российского производства выгоднее импортных аналогов по цене и качеству. И, что немаловажно, на сегодня доступнее в обслуживании, в поставке комплектующих, в сервисной поддержке. И Taurus Phoenix, являясь лауреатом национальной премии по импотрозамещению, поддерживает данный курс и оборудование Taurus Phoenix экономически выгоднее импортного и позволяет сохранить объемы ассортимента вашей продукции, может быть, даже расширить. Для всех востребованных видов упаковки и тары в мягкую пленку, в PET-бутылку, в готовые пластиковые стаканы у нас широкий ассортимент моделей под большой диапазон производительностей. Данные линейки оборудования пользуются спросом, они легко и бесшовно интегрируются в ваши технологические линии, начиная от входа продукта, заканчивая выходом готовой упаковки. И данное оборудование позволяет ориентироваться на тренды 2022 года, на возможность работы с нестандартными объемами, с продуктами с высокой жирностью и тому подобное. Неполный список наших клиентов, одни из, может быть, ключевых, известных и крупных, это и Любинский молочноконсервный кабинет, и группа компании «Каньива», «Лебедянь молоко», «Данон», «Пепси». Преимущество покупки и установки линии «Тауэрс Феникс» по розливу в PET-бутылку. Это бесконтактное дозирование с точностью до 1%, это весовой розлив, мы считаем, что это универсальный вид дозирования, в отличие от объемного либо розлива по времени, весовой розлив позволяет не обращать внимания на включение в продукте и точно фасует любые продукты по жирности, по включениям, в том числе уменьшает, не обращает внимания на пенообразование таких сложных продуктов, как молоко и кефир. Розлив бутылки от 100 мл до 2 литров, производительность линий как для маленьких компаний, так и для больших заводов от 1000 бутылок в час до 9000 бутылок в час. Различные варианты, вида, формы бутылки вы можете использовать. Это бутылка с барельефом, которая выделяет вашу продукцию на полке, это бутылки из толстой преформы, которая выглядит практически как стекло, неотличимы. Ну и быстрая переналадка с одного объема на другой на линии занимает немного времени. Особенность исполнения нашего блока розлива. Стандартное исполнение для небольших производств, обычно спрашивают на производительность 1000-3000 бутылок в час, это закрытая камера, узел ополаскивания бутылки озонированной водой, узел обработки ОФ излучением крышки, дозирование весовое, подключение к сипмойке в стандарте уже идет. Вот, все, базовая комплектация. Более чистое исполнение для продуктов с сроками хранения до 10-14 дней, это хепофильтр для подачи чистого воздуха в закрытую камеру, это обработка озонированной водой, возможно, и бутылки, и ОФ-крышки, то же самое, весовое дозирование закрытой камеры. И ультраклин-исполнение линии для продуктов с продленными сроками хранения до 21 дня, как я уже сказал, на молоке, это двойной узел дезинфекции бутылки, сначала любым из доступных видов дезинфектантов перекись водорода, надуксусная кислота, раствор аксония, обработка как бутылки, так и крышки, хепофильтр для подачи чистого воздуха в зону дозирования, система форсунок для пенной мойки всей камеры розлива, подключение к СИП-мойке, вплоть до впрыска капли азота под крышку на конечном этапе укупоривания для исключения воздействия воздуха, оставшегося в бутылке, на продукт. Какие еще задачи позволяют решить линии розлива в пэт-бутылку? Обрабатывать большие объемы продукции. Действительно, на производительностях 6-9 тысяч на литре молока в час, и при таком уровне гигиены в другие виды упаковки оборудования и нету, потому что фасовка в пленку ограничивается обычно производительностью где-то в 5 тысяч пакетов в час, фасовка в пюрпак есть и 6, и 8, там есть 14, но сроков хранения таких не позволяет. Поэтому на большой производительности с большой гигиеной и сроками в пэт-бутылке нет альтернативы. Автоматизировать весь процесс фасовки линии, действительно, несколько человек могут обслужить всю линию. Они необходимы только для пополнения упаковочных материалов без остановки линии. Высокая гигиена, как я уже сказал, ассортимент выпускаемой продукции, возможность работы с разными объемами на одной линии. Отстроить товар от конкурентов на полке за счет какого-то оригинального вида бутылки. Квадратные, овальные бутылки, бутылки с брельефом, с собственным логотипом компании. Да, это более дорогая бутылка, чем стандартная круглая, но тем не менее, как вариант выстраивания своей маркетинговой стратегии, выстраивания продукта на полке, это может быть интересно и, что самое интересное, главное, реализуемо на этой линии. Полная линия розлива молока состоит из большого количества элементов. Все это мы поставляем вам в едином комплексе. Мы сами берем на себя ответственность, мы сами гарантируем рабоспособность всех элементов в линии вместе. Несмотря на то, что не все единицы оборудования мы делаем как завод, там есть субпоставщики, субпартнеры. В полную линию входит как оборудование выдува, которое делает бутылку из преформы, пневматранспортер для перемещения готовой бутылки к блоку розлива. Обычно оборудование выдува стоит довольно далеко, для того, чтобы не быть в чистом цеху. Натрий блоки обрабатывается, дозируется, укупоривается. После этого при необходимости идет на обдув перед этикеткой, нанесение различных видов этикетки, как самоклеящаяся этикетка, круговая этикетка, слив этикетка на небольших бутылках с йогуртом. Каплиструйная простановка даты, узел простановки честного знака, наклеивание этикетки или печатание на бутылке, место для отбраковки, для сканирования, дальнейшая групповая упаковка в термоусадочную пленку. На линиях небольшой производительности это могут быть полуавтоматические групператоры. На линиях производительностью 9000 это уже машины обандероливания с непрерывным формированием блока и оборачиванием пленкой. Ну и возможности по дальнейшей политизации готовой продукции. Ну и в двух словах хотел бы сказать тоже о реализованных нами крупных проектах. Многофункциональная площадка по фасовке цельномолочной продукции на Любинском молокомбинате. Вы можете здесь видеть, она включает в себя практически оборудование по всем видам упаковки. Здесь два автомата по фасовке в пластиковые стаканчики, несколько автоматов по фасовке в пленку, два автомата по фасовке в пюрпак пакеты и две линии розлива в пэт-бутылку. Таким образом, весь ассортимент упаковки закрыт в одном цехе нашим оборудованием. Максимально автоматизированы все линии формирования треев, в которых вставляются стаканчики в автоматическом режиме, формирование гофр и коробов, куда отсчитываются пакеты мягкие в автоматическом режиме. Ну и на пюрпак пакетах, на пэт-бутылке автоматизирована упаковка в термоусадочную пленку. Еще один большой проект – это большая цех по фасовке цельномолочки в пленку на Кореновском молочнокосерном комбинате. Пять автоматов по фасовке в пленку общей производительностью 22 тысячи пакетов в час. Несколько автоматов по формированию гофроящиков и система транспортеров по автоматическому перемещению этих ящиков, автоматическому отсчету пакетов в ящики, заклейки верхних клапанов и уходу в коробке в транспортный цех. Также мы производим оборудование для фасовки рассыпчатого творога. И один из последних реализованных проектов – это комплекс по фасовке рассыпчатого творога в компании «Канива». Здесь комплекс высокопроизводительный с двумя упаковочными автоматами, с мультиголовочными дозаторами. Фасовка происходит в закрытой камере с охлаждением воздуха, с подачей чистого воздуха. После фасовки готовые пакеты поступают на позицию, где операторы укладывают их в предварительно сформированные гофроящики. И дальше они все так же уходят на какую-то групповую транспортную упаковку.